Первый уровень, можете представить, это в виде пирамиды, и вот первый уровень, основной, это базовый, это функции, то есть функциональный дизайн. На втором уровне, ну это, собственно, самый примитивный уровень, на втором уровне находится надежность, то есть неплохо бы, чтобы функции еще и работали. На третьем уровне находится удобство, и вот создавать удобные интерфейсы могут, ну, не небольшое уже количество компаний, то есть мы посмотрим там на наш рынок, есть небольшое количество компаний, которые могут делать удобные интерфейсы. Там аналитика, исследования, всякие там умные слова, типа там кастомер джорни МФ и так далее, и так далее, получается, значит, удобные интерфейсы. Но есть еще высшая форма интерфейсов, вот как называет этот автор книги, интерфейсы, доставляющие удовольствие. То есть такие, которые вызывают у вас какие-то определенные чувства. И именно об этом сегодня мы поговорим, как создавать такие интерфейсы. Пару слов хочу сказать про компанию. Мы диджитал агентство, но основное наше направление деятельности это продакшн. То есть мы создаем сайты, веб-сервисы, мобильные приложения и так далее для крупного бизнеса. Вот такие вот клиенты. В основном это либо транснациональные бренды с представительством в Москве, либо крупный российский бизнес. Вот я слышал, Тинькофф к вам не приехал вчера, а мы начали с ними работать зато. Сейчас в компании работает больше 40 человек. И вот в прошлый год мы полностью уже год протестировали все наши процессы, все написали, значит, у нас регламенты на все темы там и так далее. И начали масштабироваться в этом году. После того, как мы год уже проработали с новыми процессами, мы вот прям верим в эту тему. И за год мы наняли уже больше 10 человек. И сейчас больше 40 человек в компании. Сколько будет к концу года, Николай, одному богу известно. И сегодня мы поговорим про эмоции, как я сказал, и план у нас такой. То есть мы должны будем разобраться, как люди взаимодействуют с интерфейсами. А для этого нам неплохо бы понять, как люди друг с другом взаимодействуют, то есть общаются. И для начала я хочу вам показать некий такой взгляд на нас со стороны инопланетян через рекламный ролик смешной. Рекламный ролик делся для Супербола. Супербол – это национальная футбольная лига. Речь идет про американский футбол. И вот мы можем посмотреть, как инопланетяне представляют нас. Здесь, значит, все в английском, но есть перевод. Мы бережно все перевели, можете читать ниже. Супербол – это национальная футбольная лига. как мы делаем. И вот это, что зацепляет войну войну. Это Scott Baio. Но самое удивительное, что все, что авокадос из Мексико. Они всегда в сезон, поэтому вы можете иметь их все время. Если кто-то любит Scott Baio, то это также на прайс-объеме. Нет? Я имею в виду дипс. Он регенерал. Нет, он не будет. Кимсаквадмилкер. Авокадос из Мексико. И так как мы будем говорить про эмоции, то лучший способ это все рассказать, я посчитал создать эмоджи-лекцию. И тут вы можете сказать, что все эти смайлики, эмоджики, это для идиотов, которые разучились писать. Многие прямо специально не используют в письменной речи эмоджики. Но есть определенная статистика и факт, который говорит о том, что это достаточно важная часть текущей текстовой коммуникации. Потому что Оксхордский словарь признал вот этот символ словом 2015 года. Представляете? Это вообще невероятно. И еще, значит, этот символ является самым часто используемым символом людьми и в 15-м, и в 16-м году. Мне кажется, много чего может поменяться дальше. Вот это, собственно, мои часто используемые символы. Вы можете открыть какой-нибудь свой мессенджер и кликнуть, знаете, какие вы используете. И, собственно, проанализировать вы себя, понять, какой херней вы занимаетесь в соцсетях или в мессенджерах. Дальше у меня к вам вопрос ко всем. Что объединяет вот эти мероприятия? Олимпийские игры, Чемпионат мира по футболу, Бэйбис правил и вышеупомянутый Супербол. Что общего? Спорт. Четко. Что еще? Все правильно, да. На самом деле, это очень простой был вопрос. Их объединяют настоящие неподдельные эмоции, которые так редко можно встретить в повседневной жизни. Вот вы подумайте, задумайтесь, когда в обычной жизненной ситуации вы можете вскочить и начать орать, как сумасшедший. Честно, да? Видите, тишина. На дизайне выходных нашелся сумасшедший. Примерно начал орать. Но в любом случае, даже если такой находится, то таких людей мало. И в основном на вас давит какой-нибудь социальные нормы поведения и так далее. А когда вы находитесь вот на таких мероприятиях, спортивных, либо даже по телеку смотрите дома, то у вас как бы эти рамки стираются и вы можете вести себя вот как животное. Собственно, совершенно естественно. И можете орать и так далее. А бренды вот понимают важность этого вашего эмоционального состояния. Потому что в таком возбужденном состоянии, когда вы коммуницируете с какими-то продуктами, либо самими брендами, они надольше остаются в памяти. И это очень важно. И вот дальше я пример вам хочу еще привести смешной эмоциональной рекламы, которая вот прям и так далее. и так далее. Видите, очень эмоционально. Кстати, рекомендую у Доритес все практически рекламы. Прям вообще огонь. Теперь нам нужно небольшой такой экскурс или кбез. Вы, наверное, все это знаете. Разобраться чуть-чуть, буквально быстренько с тем, как мы общаемся друг с другом. Вот существует вербальное общение. Это слова и речь. И невербальное общение. Это мимика, жесты, тактильные ощущения, прикосновения, запахи, даже окружающая обстановка и все на свете. И вот я тут сделал такой небольшой мультик. Я вам сейчас покажу его, как мы, собственно, общаемся. Тут, в принципе, без комментариев. И в какой-то момент возникает эмоциональная связь. Ну, конечно, все хорошо. И мы приходим к какому-то апогею. Все прекрасно завершается для этого чувака. Ну, дальше там какое-то развитие событий. И вот тут важно понимать, что на текущий момент в мире общение посредством текстовой переписки является самым популярным способом коммуникации. А ученые считают, что... Ну, там разные данные есть в интернете. Ну, примерно 20% это вербальное общение, 80% это невербальное общение. То есть, если бы эмоциональная связь не возникла, чувак бы не дошел до стадии с бананом. Очевидно. И вот отчатики, которые самые популярные на сегодняшний день, это жалкое подобие вербального общения. Именно поэтому сформировался общественный запрос на выражение эмоций посредством текста. И... Да, как я уже выше сказал, да, этот чувак, значит, он не дошел бы до стадии с бананом, если бы не возникла эмоциональная связь. Значение, которое в общении людей высоко. И чтобы проиллюстрировать и объяснить вам что-то такое эмоциональная связь, вот я хочу простой пример привести. Допустим, вы в обычной жизненной ситуации испытываете какие-то яркие эмоции. Я не знаю, что-то испугались, либо влюбились, либо расстались может с кем-то. И параллельно с этим, может вы там в машине едете, например, и играет какая-то песенка или там музыка. И вот впоследствии, когда вы будете слышать эту мелодию, у вас будет возникать вот эта связь. То есть она у вас будет ассоциироваться с теми же эмоциями. Получается, вы будете еще раз переживать примерно те же эмоции, просто слушая песенку. Либо еще другой пример, когда вы общаетесь с собеседником, и вот в процессе общения вы смотрите на него и улыбаетесь. И таким образом вы заражаете собеседника улыбкой. Вы можете проверить, и он тоже начнет через какое-то время улыбаться. Это очень интересно. И вот на вот этой концепции построены... То есть это является такой креативной концепцией следующих двух реклам, которые я вам покажу. Они очень смешные. И там же идея в том, что с улыбкой ты можешь говорить все, что угодно. А это реклама зубной пасты. Посмотрим. Здесь без перевода, но достаточно понятно. Эй, что ты делаешь? Что ты делаешь? Я улыбаю детскую площадку. Почему? Мы построим новую электростанцию. Что? Электростанцию. Они делают все разные звуки. И пища. Это очень радостно. Можно играть там? Может, там будет играть. Говорит, если ты можешь перелезть через завод. Готово? И вот такая еще прям совсем жизненная. То же самое. Что это? Это братья. Это братья. контракт. Are you joking? This is my lawyer. We have a lawyer? No, he's my lawyer. Is it because I'm so much better looking than you? No. It's because my family is so much richer than yours. We just don't trust you, Karen. Просто не доверяем тебе, Karen. And there. И здесь. Так работает эмоциональная связь. И бренды понимают важность перехода от рационального уровня восприятия их продуктов к эмоциональным. Потому что это надежнее с точки зрения бизнеса. Вот вы можете подумать, как люди общаются друг с другом. Вы когда встречаете человека, вы его не начнете оценивать по функциям. То есть если там девушка какая-то смотрит на память, она вряд ли его скажет. Вот этот на 10 кг больше умеет штангу поднимать. Типа, вот он четче. Вот этот крутой черок. все совершенно по-другому работает в жизни людей. И эмоции очень важны. И это понимают бренды, собственно. А когда они это понимают, что нужно выстраивать кроме рационального какого-то уровня, еще и эмоциональный, то они, значит, таким образом строят позиционирование. И тут я вам пару примеров хочу привести. Допустим, есть в рекламной сфере, он, Виталик, кого ненавидит, сетевые агентства. Как вы могли обратить внимание, Виталик ненавидит сетевые агентства. И, значит, есть там такое агентство Сачи, Сачи, они же таки умные. Сетевые агентства, большие, умные, старые и так далее. И вот у них, значит, есть такое слово, они позиционирование такое выбрали и придумали слово Love Marks. Не простая торговая марка, не просто трейдмарк, а та торговая марка, которая любима людьми. И таким образом они выстраивают, они говорят о том, что мы создаем собственно бренды, которые будут много лет любимы людьми. И нет смысла бороться и объяснять, что там моя Кока-Кола вкуснее, чем твой Пепси, потому что это собственно чушь собачья. То есть на уровне функций, вкуса ты не добьешься ничего. Или там какие-нибудь спортивные бренды. то есть какие-нибудь кроссовки лучше других кроссовок. Ну естественно даже бред вообще полнейший, они все одинаковые. То же самое с машинами. Там Кринд Ауди, BMW, Mercedes. Все делают одинаковые машины. Но каждый бренд старается на чем-то специализироваться и затронуть какие-то определенные ваши нотки души. То есть Nike решил, что они будут ассоциироваться с бегом. И вот они вкладывают все свои усилия в это русло. Или наш пример. У нас два года назад было позиционирование дизайн технологии анимации. Это какая-то чушь собачья абсолютно. Понимаете? Не понимаете. И также не понимают это клиенты, к которым ты приезжаешь на встречу допустим, а это какой-нибудь там ну не знаю предположим такой пример. Ты приезжаешь на встречу а там какой-нибудь владелец или менеджер завода какого-нибудь и ты ему говоришь наше конкурентное преимущество дизайн технологии анимации. Он говорит что это бред какой-то абсолютно. То есть это такой функциональный уровень нашего восприятия. Потому что мы сильны в сочетании по сравнению со всеми другими агентствами у нас уникальное сочетание компетенций. Мы сильны в дизайне в технической части и в анимации интерфейса. Мы понимаем как делать интерактивные продукты хорошо. И все это сочетание дает хорошие результаты делает продукт каким-то хорошим. Но это достаточно сложно для восприятия. И простой пример для восприятия это небезызвестная старая студия в нашей стране у которой слоган долго дорого очень хорошо. И вы сразу понимаете что такой слоган он будет понятен и директору завода. Потому что это как раз не какие-то функции а вот эмоциональное восприятие. И мы подумали и озадачились этим вопросом как же нам выстроить дополнительный более высокого уровня восприятия. И начали себя анализировать. Что у нас такого особенного как мы можем эмоционально выделяться на фоне других. И мы разложили нашу деятельность на три составляющих такой некий треугольник в котором в каждой из вершин это внутренние коммуникации внешние и продукт. И мы поняли что все эти три составляющие объединяет человечность. И вот я вам сейчас приведу пару примеров. Допустим в качестве продукта мы большое внимание уделяем мелочам микровзаимодействиям. Мы стараемся чтобы если видели наши проекты вы обратите внимание мы стараемся чтобы делать такие продукты которые будут доставлять людям удовольствие в процессе использования кроме естественного решения какой-то базовой их проблемы задачи. В общении с клиентами мы стараемся выстроить наши отношения как работу не компании с компанией а людей с людьми. Это тоже корпоративная культура и все такое и вот можно ее упростить и свести к двум основным принципам которыми мы руководствуемся внутри компании. Первый принцип это право на ошибку не ошибается тот кто ничего не делает и нехер собственно убивать инициативность потому что если ты наказываешь за ошибки ну это все путь никуда но важно делать выводы из своих ошибок и второй принцип это процесс имеет значение здесь нужно привести такой пример можно привести вот допустим есть менеджер проектов кстати такой офф-топ а какой состав аудитории сейчас можете поднять руки допустим кто хоть как-то связан с дизайном неплохо а с менеджментом а с технической частью примерно представители клиентов есть слабенько ну ничего да и внутри приведу пример менеджер проектов он работает над проектом и завершает его прибыльно для нас хорошо успешный проект как бы вроде все хорошо но клиент по итогам недоволен то есть его там он замучил этот менеджер плохо выходила связь все такое какие-то проблемы были по ходу и клиент больше не будет работать с нами и для нас это большая проблема потому что вот это там есть такое аббревиатура LTV такая стоимость в общем жизни клиента она значит все закончилась одним проектом и для бизнеса это плохо потому что мы стараемся долгосрочную перспективу устраивать с клиентами зарабатывать много с каждого клиента и получается что или другой пример менеджер допустим завершил проект прибыльно клиент доволен но команда которая участвовала в разработке она измотана и вплоть до того что там кто-то думает увольняться а естественно в бизнесе агентства важны как клиенты так и люди внутри компании то есть вот в данных двух примерах процесс был плохим и нам для нас очень важен процесс и все вот эти еще раз вернемся к тому треугольнику то есть вот эти вот все три составляющие общения с клиентами внутренние коммуникации и качество продукта их всех пронизует человечность и поэтому мы перешли на позиционирование дизайн для людей то есть дизайн как создание продуктов которые будут любимы людьми и вот то время когда бренды понимают важность перехода от рационального уровня восприятия к эмоциональному интерфейсы тоже эволюционируют и вот отношение с вашими устройствами оно переходит от функционального к дружественному яркий пример это Siri несмотря на то что она сейчас чуть туповата еще но пройдет немного времени и вы будете там ей поручать более сложные задачи она будет вас понимать как бы вы ей не поставили задачу и это очевидно а дальше больше то есть вот я тут привожу пример обычно есть фильм называется «Она» да где чувак влюбился в робота какой-то идиотик кажется но мне кажется что пройдет там не так уж много времени и такая вообще кажущаяся сейчас прям бредовая ситуация она может быть вполне реалистична потому что интерфейсы они все более становятся эмоциональными ну и собственно вот хочу пару примеров показать ну не пару а солидное такое количество примеров показать того как мы это делаем как мы выстраиваем вот этот эмоциональный уровень восприятия интерфейсов и их элементов вот например мы разрабатываем приложения у нас сейчас два там мобильные да в разработке и вот одно из них это медицинская тематика приложения и здесь чувак общается с ботом его личным доктором и вот этот бот он ему значит отвечает что там Константин то есть он его называет по имени что уже как бы неплохо но дальше перед нами стояла задача как же нам очеловечить этого бота то есть если ты совсем понимаешь что ты общаешься с какой-то машиной то это как-то плохо и скучно и вот мы решили применить такой элемент интерфейса характерный для общения людей это набор сообщений естественно этот бот ничего не набирает а мы просто периодически с разной длительностью показываем такой элемент либо мы разработали для питерской компании разрабатывающей игры на фейсбуке мы разработали сайт playcode.com кстати посмотрите сайт огонь и чтобы еще больше более эмоционально как-то передать посетителю все настроение для того сайта которое хочет произвести на него компания и так далее мы даже нашли место анимированной фавиконки в шапке собственно то есть там код их символ код как-то несложно догадаться он моргает периодически и вот мы разработали один блок как-то и там нашлось место вот такому супермену который отвечает за функцию стрелочки вверх переводя вас наверх страницы вот этот пример хороший мне нравится мы разработали какую-то открытку давно достаточно для FMCG бренда и там значит какая-то детская тематика какие-то песенки детишки песенки и все такое и нам нужна кнопка включения выключения звука и мы решили что можно нестандартную кнопку применять а можно кликать на пацана и затыкать его представьте какая фречность сейчас мы разрабатываем сейчас разработки у нас такой международный проект мирового уровня все о нем скоро узнают кто интересуется спортивными мероприятиями и вот он разработки сейчас пока не могу говорить но это на тему гонок и вот собственно мы там там есть сайт интерфейс все такое а то что кстати очень хороший проект получается и там есть стандартная иконка бургера то есть меню и вот мы взяли и оживили ее чтобы как-то добавить какой-то эмоциональную связь человека еще с гонками дополнительно мы наведение сделали в виде то есть бургер превращается в типичный для гонок флаг разработали недавно и запустили сайт семи цветов как вы понимаете тоже прекрасный проект что такое сложилось и значит там есть как у многих сайтов которые работают на разных языках а здесь компания представлена то есть сайт представлен на пяти языках то есть крупнейший такой дистрибьютор цветов или поставщик по всей России то есть это какие-то есть гигантские голландские биржи сумасшедшие и значит эта компания фурами в каких-то адских масштабах отправляет цветы по всей России соответственно другим компаниям то есть у них большое количество направлений деятельности все на тему цветов и вот у каждого сайта у многих сайтов есть выпадающий список с переключением языка и сделать просто список нам было мало поэтому мы углубились в тему и решили сделать по клику открывать такое окошко на которое при переключении языка вы будете смотреть еще на какую-то пословицу или поговорку характерную для носителя определенного языка на тему цветов естественно и это добавляет как-то души в этот сайт ну опять же возвращаясь к тому же этому плейкату там креативной концепцией было сайта было сделать дать возможность человеку еще до того как он перешел в игры поиграть прямо на сайте и мы взяли на HTML5 прямо на сайте реализовали какую-то механику урезанную механику игр и вот человек мог прямо так делать ну то есть там что-то строить значит прямо на сайте и лучше погружаться соответственно в атмосферу компании интерфейсы становятся лучше и человечнее когда они передают человеку какие-то качества характерные людям например когда интерфейс о вас заботится и мы участвовали как-то в тендере одной компании большой и вошли в число победителей кстати там было 20 20 компаний участвовали в тендере 20 компаний ты запистишь вообще но мы но мы приняли все равно участие приняли решение участвовать вот и не зря и вот наша значит креативная концепция я ее не смогу к сожалению показать но приведу вам пример аналогичный как можно как можно позаботиться о пользователе допустим вы летите из Ульяновска в Ростов только с пересадкой правда через Москву это отвратительно но тем не менее вы летите из Ульяновска в Ростов и заходите на сайт для покупки билетов и выбираете такие Ростов и было бы неплохо согласитесь если вы увидите какой-нибудь виджет который прямо перед покупкой который вам скажет о погоде в Ростове вы сможете понять что там вообще брать не заходя на дополнительные сайты не открывая что-то и так далее но это недостаточно хорошо то есть было бы идеально если бы этот сайт на понятном человеческом языке сказал вам что-нибудь типа не забудьте захватить с собой зонтик потому что там и дальше уже данные то есть дальше уже этот виджет превращенный в что-то более человечное вот как говорится почувствуйте разницу это более человечный подход то же самое юмор делает интерфейсы более человечными я вот сейчас покажу пример с текстами этого может добиться как за счет каких-то там графических элементов интерфейса так и за счет просто текстов опять же если это уместно для данной целевой аудитории это любимый вопрос вообще это лекции а что если у нас целевая аудитория 90 плюс типа они не смеются ну или там серьезные дяди которые тоже не смеются что делать ну понятное дело что нужно прежде всего анализировать целевую аудиторию а потом уже принимать решение уместно ли шуточки тут или неуместно это очевидно ну вот я вам такой пример приведу мы на сайте переписали все тексты у нас теперь они стали прям такие человечные за них не стыдно и вот один пример есть у нас раздел посвященный карьере где человек может зайти и почитать какие у нас стажировки обучение и так далее и вот мы пишем стажировка и учебник единственный путь к власти над людьми и процессами студии ну как-то читаешь и чуть улыбаешься какой-то уместный юмор персонализация является важным шагом по пути к очеловечиванию интерфейсов и вот несколько лет назад или там год или больше Сбербанк начал по-моему первыми они сделали приветствие в мобильном приложении это такой примитивный вообще шаг на самом деле но он уже как-то запускает приложение Сбербанк я вам как-то радую естественно дальше будет больше и мне кажется что впоследствии сайты будут такими умными как примерно директ сейчас то есть контекстная реклама и каждый сайт будет знать о вас все на свете и будет вам показывать и представлять вам персональную версию сайта именно для вас то есть персонализация это за этим будущее я уже упоминал человечные тексты вот еще один примерчик у нас есть на сайте любого агентства есть раздел с клиентами обычно так бывает и вот здесь по проектированию значит у нас было три блока заложено логотип краткое описание сотрудничества и длительное сотрудничество и все бы ничего мы там что-то написали и мы бы теоретически могли написать что сотрудничаем пять лет вот среди два мы кстати раз сотрудничаем уже шестой год начинали с каких-то там таким агентством на подхвате а сейчас мы делаем все все дистанционные инструменты компании вообще по всей России на все регионы все рекламные компании в интернете все мы делаем и вот значит мы могли бы ограничиться тем что написали бы сотрудничаем пять лет но так как мы хотим подчеркнуть нашу человечность в общении с брендами и то что мы работаем с компаниями как люди с людьми то мы добавляем такое слово которое характерно для общения людей то есть вместе и получается пять лет вместе и это маленькое слово оно все меняет вот у нас есть раздел награды нас все любят за то что мы все время пишем про награды а мы действительно много всего там выиграем вот например мы единственное агентство стране которые два года подряд европе андизайн ауорд занимает призовые места и мы значит ключевых участников вот этих вот проектов которые выигрывают мы их отправляем в Европу побухать там награды в прошлом году в Вене когда я кстати был в вонючем Москве мне нужно было выступать на дрибле а чуваки ну наши мои коллеги они значит в Вене тусили в солнечной и хорошо проводили время и вот у нас то есть у нас много наград нам нужен такой раздел по-любому но нас самих как-то это все смущало то есть награды так пафосно вообще прям жуть какая и нам надо было как-то это простите человечество мы придумали медальный зачет как-то стало попроще что важно у нас есть раздел корпоративная культура вот я вам про два принципа рассказал и иногда у нас такая тема что чувак к нам заходит на сайт и вот думает насколько у нас все там свободно может у нас все жестко там как-то и мы делаем там хорошие продукты потому что у нас какая-то адская дисциплина и так далее ну конечно же нет то есть у нас там треш-удар все такое и чтобы как-то подготовить человека к тому что у нас ну типа чувак успокойся у нас все нормально не ссы мы даже приняли такое решение что в заголовок корпоративной культуры поместили смайлика чтобы чувак выдохнул когда зашел к нам на сайт на этом слайде я хочу вам сказать напомнить того чувака из мультика моего и еще раз вам напомнить что он бы не дошел до стадии с бананом если бы не возникла бы эмоциональная связь и это очень важно создавать такие продукты которые будут вызывать определенные эмоции и привязанность к использованию этих продуктов потому что эмоции продают спасибо давайте вопросы есть добавляйтесь куда-нибудь там подписывайтесь на инсту все такое если вопросов нет можем все спасибо спасибо